МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда мой отец был убит, первые несколько дней государственные телеканалы очень благосклонно освещали деятельность моего отца. Но все изменилось 1 марта, когда был траурный марш. И они увидели, что на улице вышли десятки тысяч человек. 9 лет назад в центре Москвы был убит российский политик Борис Немцов. Ну что, приковор показал динамику. Моя статья была точна не гордилась. Эти слова 70-летний правозащитник Олег Орлов произнес, когда сразу 8 сотрудников полиции выводили его в наручниках из зала суда после оглашения приговора по делу о дискредитации российской армии за статью Орлова. Они хотели фашизма, они его получили. Орлов был сегодня приговорен к 2,5 годам колонии общего режима. В том, что приговор будет обвинительным и на этот раз, а это было повторное рассмотрение дела, будет связан с реальным сроком заключения, Орлов не сомневался. Но перед началом судебного заседания он вновь говорил не столько о себе, сколько о других политических заключенных в России. Я остался в России для того, чтобы продолжать делать свое дело, свою работу, которую я много-много лет веду. И то, что сейчас происходит, вот это мой суд надо мной, я тоже считаю, это часть моего дела. Я делаю дело. Это часть моей правозащитной работы. И Катерина Тертухина, мой замечательный адвокат, которая где-то здесь, она делает дело. И я выходил, когда во время еще первого процесса сюда, вот на эти ступени, я же всегда говорил, что давайте помнить, давайте не забывать о всех тех политических заключенных, которые находятся в лагерях Этюру, совершенно несправедливо, совершенно противоправно находятся там. И мы должны все время помнить. Это был правозащитник Олег Орлов. Жена Орлова Татьяна Касаткина после суда сказала журналистам, что будет продолжать дело мужа и надеяться, что он, как и другие российские политзаключенные, выйдут на свободу раньше, чем решил суд. Мы с ним вместе создавали мемориал, вместе создавали правозащитный центр. Я была 20 лет исполнительным директором правозащитного центра. Поэтому, понимаете, это наше. Но самое главное, что мы создали, это команду. Команда, которая будет работать, независимо от того, что будет Олег на свободе или нет. Поэтому будем работать, будем жить. Идут, надеяться, что когда-нибудь то, что сейчас происходит, кончится. И Олег, может быть, выйдет. И многие другие политзаключенные выйдут раньше того срока, который им определили. Это была жена российского правозащитника Олега Орлова Татьяна Касаткина. Вынесение приговора Орлову совпало с девятой годовщиной убийства в центре Москвы российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Исполнители убийства, среди них есть бывшие сотрудники российских спецслужб, осуждены, но заказчики этого преступления официально так и не названы. Дочь Бориса Немцова, Жанна, в интервью телеканала в настоящее время, говоря об отце, вспомнила еще одного политического заключенного, который своего освобождения не дождался – Алексея Навального. Путин не может перенести народной любви к Алексею Навальному. И я абсолютно убеждена, что миллионы людей в России и за пределами России тяжело переживают и скорбят в связи с убийством Алексея в тюрьме. Я считаю, что Алексей был убит по приказу Путина. И они боятся, что в преддверии выборов сотни тысяч людей придут проститься с Алексеем. Это совершенно чудовищная, бесчеловечная история. Это действительно какие-то дохристианские времена, когда устраивают вот эти езитические пляски вокруг тела невинноубиенного человека. И то, как мучают и маму Алексея, и его семью. Это что-то за пределами вообразимого даже для меня. Когда мой отец был убит, в первые несколько дней государственные телеканалы очень благосклонно освещали деятельность моего отца. Но все изменилось 1 марта, когда был траурный марш. Дело в том, что они сами себе внушили, что Немцов непопулярен, что он политический труп, никому не нужен. И они увидели, что на улице в Москве и в других городах России, в Санкт-Петербурге, во многих во многих, вышли десятки тысяч человек. Я была на митинге траурном в Москве, было более 50 тысяч человек. И это их поразило, и они резко изменили тональность того, как они говорят об отце. Они хотели дискредитировать его. Потом также на похоронах было. В Сахаровском центре тогда еще тоже пришло десятки тысяч человек попроститься с моим отцом. И они понимают, что с Алексеем Навальным будет то же самое. Это была дочь Бориса Немцова, Жанна, фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» соратники Навального безуспешно пытались найти зал для проведения церемонии прощания с политиком. Им везде отказывали, часто негласно ссылаясь на распоряжение властей. Продолжает широко обсуждаться вчерашнее заявление Марии Певчих о том, что Владимир Путин убил Навального, чтобы не допустить его обмена на осужденного в Германии российского киллера Вадима Красикова. По данным газеты Financial Times, США и Германия действительно вели переговоры об обмене Красикова на Навального и двух граждан США, но официального предложения на момент смерти Навального России сделано не было. Певчих говорила, что переговоры об обмене были уже на финальной стадии. Источники Financial Times предполагают, что теперь Германия будет проявлять меньше интерес к обмену Красикова. Официальные лица Германии эту информацию не комментируют. Время свободы. В Париже состоялась встреча лидеров 20 европейских стран с участием представителей США и Канады. Одной из центральных тем обсуждения, на которой была военная помощь Украине, испытывающей сейчас острый недостаток оружия и боеприпасов для отражения российской агрессии. Большое внимание привлекло заявление президента Франции Мунеля Макрона, который не исключил, что в Украину могут быть направлены войска стран НАТО. Все обсуждалось свободно и прямо. Сегодня не было достигнуто консенсуса относительно отправки войск официальным, предполагаемым и одобренным способом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Вопрос о возможности отправки военнослужащих НАТО в Украину был адресован премьер-министру Франции Габриэлю Аталью. И вот как Аталь объяснил слова Эммануэля Макрона. Первый вопрос, который мы должны себе задать – принимаем ли мы перспективу того, что Россия выиграет эту войну? И вместе с президентом мы отвечаем – нет, мы не можем смириться с тем, что авторитарная страна силой возьмет под свой контроль демократическую страну. Мы отправляем ракеты большой дальности, чтобы поддержать украинцев перед лицом этой агрессии. Мы не можем ничего исключать в войне, которая вновь вспыхнула в сердце Европы. Это как раз то, о чем напомнил президент. Говорил премьер-министр Франции Габриэль Аталь. Присутствовавший на европейском саммите в Париже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины отказаться на время от поставок оружия и боеприпасов в третьи страны и направлять их только на нужды ВСУ. А канцлер Германии Олаф Шольц на своей традиционной встрече с журналистами еще раз исключил возможность поставок Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия, это до 500 километров, типа Таурус. На линии телефонной связи наш корреспондент в Берлине Анна Розе. Анна, чем мотивировал Олаф Шольц отказ поставить Украине вот эти крылатые ракеты Таурус? Олаф Шольц подчеркнул, что он уже неоднократно об этом говорил и заявлял свое «нет» участию немецких солдат или участию Германии в войне. Он мотивировался тем, что принцип был и остается никакого непосредственно участия Германии, которая, как все мы знаем, страна НАТО, в военных действиях на территории Украины. И он рассказал, почему рассматриваются ракеты Таурус как потенциальный пункт для начала военного участия Германии и Украине, потому что для наведения на цель этих ракет, для обслуживания их, необходимо отослать вместе с ракетами военных Бундесвера на территории Украины. Однако немецкая сторона не может себе позволить подобного в результате, может быть, исторических каких-то принципов и потому, что Германия рассматривает Россию по-другому. Шольц сказал, что он постоянно думает о том, что немецкие граждане сидят вечером перед телевизором и надеются на то, что у него не сдадут нервы, то есть что на все эти требования он не скажет, ну что же, давайте все-таки пошлем ракеты Таурус Украине. В Украине сейчас, как вы знаете, есть британские и французские ракеты подобного типа, однако же дальность поражения у этих ракет другая. Дальность поражения это второй пункт Тауруса, около 500 километров, и тем самым есть опасения, что ВСУ могут с помощью этих ракет поражать цели в глубине России. Все знали о том, что ракеты дальнего поражения Тауруса именно по той причине поставляются Украине, потому что они могут поражать цели на расстоянии 500 километров, однако вчера он проговорил то, что он никогда публично не объяснял, а именно то, что для наведения на цель необходимы немецкие солдаты. И действительно, технические эксперты говорят, что невозможно сидеть в Германии и наводить ракеты Таурус на российские какие-то укрепления. А если любой солдат Бундесвера поставит свою ногу на территорию Украины, это уже будет означать для Путина, для России, что Германия принимает участие в войне. Шольц сказал, что его удивляет, почему именно эти дебаты сейчас так занимают общественность. Ведь первостепенно для Украины сейчас именно боеприпасы, боеприпасы, боеприпасы. Он именно три раза это повторил. Он опять же указал на то, что Германия занимает второе место по военной поддержке Украины. 28 миллиардов евро было выделено на финансовую, военную и гуманитарную поддержку Украины в этой войне, Германии уже. Если сейчас Конгресс США не проголосует за выделение средств, сказал Шольц, то Германия будет на первом месте, на ее плечи ляжет, в принципе, руководство военной помощи, координация поддержки Украины. Он подчеркнул, что Германия уже делала и делает достаточно многое. Те дебаты о леопардах, сказал он, это, в принципе, дебаты, которые ведутся внутри Германии, потому что Бундестаг также должен давать свое добро на поставки оружия. И в преддверии этой пресс-конференции было два голосования в Бундестаге. Первое голосование было по заявлению фракции блока ХДС ХСФ, это консервативный оппозиционный блок, в котором содержались требования поставок Таурус. И Бундестаг подавляющим большинством голосов отклонил это заявление. Второе голосование было по заявлению партии правительственной коалиции, это Союз 90-х Зеленые, СВДП и СДПГ. И там не содержалось требования о поставках Тауруса. И весь Бундестаг проголосовал именно за это заявление, за обширные поставки вооружений, боеприпасов без поставок Тауруса. Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что население Германии поддерживает помощь Украине в поставке оружия. Шольц сказал, что более двух третьих населения Германии по-прежнему поддержит. Это, опять же, показывают и опросы населения. Более 62% явно высказываются за постоянную поддержку Украины. И около 30% за поставки оружия, но определенного типа. То есть я не могу сказать, чтобы Шольц шел на поводу у своих избирателей, которые, в принципе, против поставки оружия. Это было сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Анны Розе. Боевые действия в Украине продолжаются. Продолжаются и массированные обстрелы украинских городов, при которых гибнут мирные жители. Фиксации военных преступлений, совершенных российской армией в Украине, посвящен новый проект «Украина свидетельствует». Вот что в интервью «Голосу Америки» рассказал один из его создателей, эксперт университета Джонса Хопкинса Питер Померанцев. «Классические юридические кейсы, которые мы уже начинаем делать, подавать в инстанции международные, ООН, ОБСЕ и так далее, но и тоже делать журналистские материалы. Тут такой архив, который можно использовать и для журналистики, и для истории, в конце концов, и для кейсов, и для санкций и других механизмов. Реакция юридическая, она, конечно, происходит в рекордных скоростях. Все равно это для обычных людей, кажется, очень долго. Но если думать, что в Югославии сколько ждали до первых таких серьезных кейсов против Милошевича, лет 20, кажется, ждали, да? А здесь речь идет совершенно уникально, чтобы первые уже предъявления верхушки российской уже появились во время войны. Это очень редко бывает, чтобы во время войны уже начали кейсы делать. И мы все еще только в начале этой попытки, чтобы вообще держать стран и лидеров стран ответственными. Значит, в этом плане есть прогресс. Я думаю, что он, кстати, волнует Кремль, они реагируют на него. А с тех пор, как против Путина были выдвинуты разное обвинение в похищении украинских детей, российская власть пытается ответить на это через разные меры, через пропаганду, через отдачу каких-то детей. Значит, их это задевает, им это важно. Они сами чувствуют себя уязвимыми. То, что Путин не может путешествовать больше по многим странам из-за того, что есть против него дело. Это все-таки что-то говорит. Это все очень-очень важно. И речь идет о длинной такой борьбе. Но если мы не выиграем войну, тогда все это немножко грустно и символично, я бы сказал. Это был один из создателей проекта «Украина свидетельствует» эксперт Университета Джонса Хопкинса в США Питер Померанцев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 27 февраля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вчера я рассказывал о честности так называемых парламентских выборов Беларуси и о желании Александра Лукашенко, которую власти в стране уже 30 лет, баллотироваться в очередной раз в будущем году. В России же начались дебаты кандидатов в президенты. Выборы, напомню, состоятся 17 марта. Владимир Путин в них не участвует. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что Путин действующий президент, и в этом просто нет необходимости. Участники дебатов от критики Путина отказываются. Ну а философ Александр Дугин на днях вообще заявил, что выборы Лукашенко и Путина должны быть не собственно выборами, а неким ритуалом, обрядом. И вот как прозвучала эта его мысль. Это наши лидеры, это наши правители, это наши спасители, это наши защитники наших отечеств. И зачем их выбирать, ставить их рядом с другими? Они не на том уровне находятся, чтобы их с кем-то ставить, поэтому мы выбираем их. Это как дань просто верности, это обряд, ритуал. Мы говорим, да, вы легитимны, да, вы наши лидеры, вы наши вожди. Продолжайте нами править с вами. Мы добьемся успехов, новых побед именно с вами. И вот пока полет философской мысли Александра Дугина набирает все большие высоты, на месте все выглядит куда приземленнее. Тут стоит, наверное, напомнить, что дебаты перед президентскими выборами ведут не только сами кандидаты, но и их доверенные лица. Так, доверенное лицо кандидатов в президенты от КПРФ Николая Харитонова на Камчатке Сергей Кинебаев в прямом эфире регионального телеканала «Россия-1 Камчатка» выразил недовольство по поводу включения в список тем для обсуждения такой темы, как культурный код. Этот протест доверенное лицо выразило следующими словами. Прежде чем начать выступать, хочу попинять несколько составителям тематики, какие-то заумные формулировки. У нас ведь не научный симпозиум, а обсуждение, так сказать, насущных проблем. Вот культурный код. Какой культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеет о этом определении? По поводу определения понятия «российский культурный код» действительно могут быть разночтения. В некоторых комментариях по поводу этого высказывания доверенного лица Николая Харитонова Сергея Кинебаева утверждается, что Кинебаев запиканным словом этот самый культурный код и сформулировал. Приходится сталкиваться с сомнением, что российский культурный код во многом выражается и в отношении общества к так называемой «голой вечеринке». Да простят мне слушатели возвращение к этой надоевшей многим теме, но вы очень скоро поймете, почему я это делаю. Многие участники этой вечеринки серьезно пострадали во многих отношениях, но уже есть и народом, судя по всему, прощенные среди них, вырезанный из всех новогодних программ певец Филипп Киркоров, который опять стал появляться на федеральных каналах. Для этого, правда, пришлось заплатить долги по налогам, некоторое время не гастролировать, а потом съездить в Донбасс концертом и подарками, ну и перестроить собственный культурный код. Так, по крайней мере, выходит из слов самого Филиппа Киркорова. «Нужно было взять тайм-аут для того, чтобы кто-то говорит, там, перерагрузиться, разгрузиться, кто-то отменял Киркоров. Я сам себя отменил для себя, потому что я устал от самого себя. Я все время пытаюсь подарить что-то новое, что-то сделать, что-то новое, сказать, спеть, сделать. Что-то получается, что-то не очень. Иногда что-то, не в ту дверь войдешь, в другую зайдешь. Главное, что двери, окна, главное, чтобы это все открывалось и не закрывалось». Это был Филипп Киркоров, но я, собственно, не о нем. Как известно, попыткой вымолить прощение за голую вечеринку владельцам клуба «Мутобор», где она состоялась, была передачей им одной из московских церквей частицы мощей святого Николая Чудотворца. Попытка оказалась неудачной, и клуб все равно вскоре закрыли. За несоблюдение санитарных норм кто-то срочно отравился в «Мутоборе» пивом. Сразу вызвал подозрение крупно показанный на камеру сертификат, удостоверявший подлинность переданных мощей. Ну, об этом я рассказывал. Вот мои коллеги по русской службе радио «Свобода» Марк Крутов и Сергей Добрынин, и журналист телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин копнули глубже и выяснили, что между Италией и Россией существует целый конвейер по поставке мощей святых, и на этом, судя по всему, можно очень и очень неплохо заработать. Сергей Добрынин сейчас рядом со мной в студии. Сергей, ну вот после той голой вечеринки, после того, как вы копнули по поводу мощей, переданных владельцам клуба «Мутобор», вы стали разбираться с историей с передачей мощей в Россию дальше, и что удалось выяснить? Мы обнаружили, что существует конвейер, по которому в течение последних примерно 15 лет как минимум десятки мощей, останков святых, попали в российские храмы из Италии с сертификатами, подписанными одним и тем же человеком по имени Франко Чарути, это итальянец. Многие из этих мощей в России дарились храмам от лица местных бизнесменов. То есть кто-то за это платил кому-то деньги. Нам хотелось выяснить, кому эти деньги попадали, собственно говоря. Мы выяснили, что этот Франко Чарути, который был хранителем реликвий в соборе в городе Наваро на севере Италии, он много лет дружит с священником, который сейчас служит в Петербурге, хотя родом он из Молдовы, из Кишинева, по имени Ильян или Лилиан Лаврентьев. Нам удалось до него дозвониться, мы застали его немножко врасплохо, он ответил нам на звонок не с первого раза. Он признал, что знает много о Чарути, и что действительно он и сам возил мощи прямо в ручной кладе, в самолете, и Чарути их привозил в Россию. И дальше, как сказал Лаврентьев, их просто дарили храмам, потому что в Италии эти мощи уже не имеют такой большой духовной ценности, потому что там все хорошо понимают, что многие из них поделки еще средних веков, они для прихожан не так уж важны, поэтому они их, в принципе, готовы передавать в те страны, где выстроится очередь для поклонения мощам. Но Лаврентьев сказал, что эти бизнесмены, от лица которых вручались мощи, они дарили этому Чарути какие-то иконы, которые он собирает, но при этом на самом деле мы обнаружили, что сам отец Ильян за последние несколько лет купил две очень больших и страшно дорогих квартиры в Санкт-Петербурге. Одна из них оценивается в миллион долларов, это квартиры в новом жилом комплексе, в самом центре города, под названием русский дом, там соседи у него всякие прокуроры генералы и так далее, и вот простой священник, настоятель очень маленькой больничной церквушки в Петербурге, там себе приобрел ту же квартиру каким-то образом. У нас нет прямого доказательства, что он именно получал деньги и на них купил эту квартиру, но других источников дохода у него обнаружить не удалось, а то, что он участвует в этой схеме привоза мощей в Россию, это достоверно известно. Ну а как вот русская православная церковь воспринимает такого рода передачу? Там какие-то сомнения высказываются, или это налаженный какой-то канал, при том, что, как вы говорите, значительная часть мощей может быть поддельной? До нашего первого расследования, до первой части, когда мы обнаружили, что сертификат подписан в 2018 году, когда Чарути уже не работал хранителем реликвари, поэтому он подписать его не мог. Это была первая часть, которая уже вызвала определенный скандал, кстати, и в Ватикане, и в РПЦ. До этого момента, наоборот, Лаврентьев воспринимался как человек, который, как сказали бы, решал по мощам, то есть человек, который может съездить в Италию и добыть там мощи на каких-то условиях. Мы нескольких примеров знаем, когда какая-то церковь в Москве, там, на Лубянке, недалеко от здания ФСБ, вот им подарили новую икону святителя Николая, а мощей не было, и тут какое-то заезжие священие говорит, а вот у меня есть знакомый, отец Ильян, он может в Италию съездить и мощи привезти. И они снабжали его там письмом, он ехал в Италию к своему другу Чарути и привозил оттуда мощи. Были там какие-то обмены ценностями или деньгами, в этом случае мы не знаем. Но такая репутация у него очевидна была, потому что таких примеров несколько. После того, как он вышел в первую часть нашего расследования, которое подцветило проблему мощей, которые были переданы этим владельцам мутобора Знаменской церкви, один наш коллега сходил в эту церковь и спросил, можно ли посмотреть там на эти мощи. Ему сказали, что сейчас они не выставляются, потому что есть некоторые проблемы с документами. То есть, очевидно, сомнения возникли, и, может быть, теперь сомнения возникли по поводу других мощей тоже. Проблема в том, что одна из этих реликвий, которая была передана через вот эту схему с Чарутией Лаврентьевым, это частица пояса Пресвятой Богородицы, одна из главных реликвий Казанского собора, это второй по значимости собор в Санкт-Петербурге и один из важнейших в стране. Если им придется тоже отказаться от этой реликвии, это, наверное, будет скандал, потому что там-то как раз поклониться этой частице выстраивались огромные очереди в свое время. Ну и, насколько я помню, Ватикан запретил торговлю мощами. Как в Италии воспринято то, что вы узнали, то, о чем рассказали? Ну, мы знаем про один случай, как раз про мощи святителя Николая. Скорее всего, те самые, которые были подарены этим Даниловым московскому храму, они были просто переданы в самой Италии, там в городе Навара, неподалеку друг от друга есть, с одной стороны, центральный собор, где хранились эти мощи. С другой стороны, там был маленький православный храм, настоятелем которого в то время был как раз Ильян Лаврентьев. И католики просто подарили этому православному приходу мощи, потому что, видимо, за ненадобностью им самим. А дальше те мощи быстро оказались в России. То есть, с точки зрения, видимо, итальянцев, это просто были подарки, а дальше в наших российских реалиях подарки быстро превращались не в подарки, а в жертвование от лица каких-нибудь бизнесменов. Это был журналист «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Расследование о торговле мощами святых, опубликованное на нашем сайте www.swaboda.org, называется «Ничего святого, как разбогатеть на поставки мощей в Россию». Там масса интереснейших подробностей, есть и видео на эту тему в Ютьюбе, так что не пропустите. Хотя, говорят, сегодня в работе Ютьюба в России были очередные серьезные сбои. Раньше такой сбой для меня был бы поводом еще раз рекомендовать вам подписаться на телеграм-канал «Время свободы», но сегодня серьезные сбои были и в работе мессенджера «Телеграм». Почему еще предстоит разобраться. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы», его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст нужно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.